Продолжение следует... Понимаете, чем больше ты рассказываешь, чем больше ты находишься в теме, тем ты лучше и чётче можешь донести свою мысль. И вот как раз пошла такая у нас тут переписка-перепалка с различными мнениями, и я их вот прокомментирую. И оказывается, ну я тут написал, зачем заходить там на мой канал, что вот именно на вот этих вот примерах очень хорошо ложатся мои комментарии, разъяснения, пояснения, почему вот так я поступаю, и почему существует то или иное мнение. Вот смотрите, Тамара Черкасова. Позже в ролике «Наука о здоровье и деньги» вы тоже начали критиковать один комментарий девушки. Девушка писала про многие достижения медицины, разные операции, антибиотики и прочее. Там вы снова раскритиковали медиков, что мол, они неправильно лечат. Сказали, что знаете, народные методы лечения коксоартроза, что антибиотики в таблетках можно заменить растительными, что можно тоже восстановить сердце. На что вам тот мужчина, который раньше писал про генетические болезни, накатал из 4 издалённых комментариев с критикой ваших советов? А ведь он прав, а теперь вы обижаетесь. Вот смотрите, я на это ответил. Следующий вот мой первый ответ. А вы знаете, я прав. Всё можно вылечить и стать как новенький, но это требует иных знаний и подходов. И кое-что медицина современная знает, но чисто из-за трат времени на такое лечение она считает их необоснованными. И вдобавок, за это меньше денег на лечение требуется. Не скрою, на Западе, и сейчас к нам это всё идёт, есть такая медицина, которая с вашей страховки берёт за лечение. Вы не платите, вы платите в страховку, они оттуда снимают. И естественно, им выгодно взять подороже, понимаете. Вот если есть деньги, лежат, и как-то их надо оприходовать. Естественно, каждый из нас думает не столько о лечении, сколько о том, как бы взять побольше. Вот такая вот закономерность. И вдобавок, за это меньше денег на лечение требуется. Поэтому получается, легче сделать замену чего-то, чем лечить. Да и народу надо, самому народу надо побыстрее. А что дальше будет, это уже другая история. И другое лечение, понимаете. И народ идёт на поводу на том, я хочу побыстрее, я хочу таблеточку. Таблеточку и всё, чтобы у меня там и суставчик был, и голова не болела, и клапана целые были, и никакой там микрофлор не было. Понимаете. Я на своей шкуре прошёл через это, и прекрасно понял, что и в чём. Посему я стараюсь жить так, чтобы не доводить себя до лечения. И в этом я вижу здоровый образ жизни. Идём дальше. Значит, Александра отвечает Тамаре. Если он прав, идите на его канал. Здесь что вы делаете? То есть, на канал тех людей, которые об этом говорят. Очень логично. Очень логично. Далее. Тамара отвечает. Александре. Так ведь сейчас Геннадий Петрович уже говорит, что уже не против этой хирургической медицины. Я никогда не был против медицины. И сейчас объясню. И что по хирургическим проблемам нужно обращаться к медицине. А сам он типа просто советует, как вести правильный образ жизни. Да. Что бы до таких проблем не докатились. Правильно. Геннадий Петрович, и просто не подумав, наговорили немного лишнего. Знаете, вот надо быть всё-таки адекватным человеком и кое-что признавать. Возможно, я наговорил лишнего. Но оказывается, у нашей медицины есть адвокаты, которые добрались уже и до вашего канала. На это я отвечаю. Я же вам говорю, что разумность должна быть и в экстренных случаях современная медицина большой спец. Лично я стараюсь взять и применять научные достижения медицинские знания. И они же помогают мне лучше понять народную медицину и особенности здорового образа жизни. И в целом вопрос был затронут правильно. Видите, как мы более яснее обменялись мнениями? Читаем дальше. К Валентина отвечает Александре. А вы чего вообще хотите? Вы хотите понять и разобраться в вопросе? Или вы хотите, отключив всякое критическое мышление, просто как японский болванчик соглашаться совсем подряд, что говорит вам наш гуру? И если второе, то это уже секта. Сейчас, перед тем, как я начну читать, вот смотрите, очень хорошее. Отключив всякое критическое мышление. В данном случае его применили ко мне. А я его применил к современной медицине и сказал, что есть и иные методы лечения. То есть тут надо правильно понимать, что есть иное. Отвечаю. Вот именно. Надо разобраться и понять, кто за что и почему. Если вам дорого свое здоровье, то вы попытаетесь его восстановить полностью естественными методами, о которых я так много говорю и сделал столько там роликов. Если вам надо побыстрее и не вникая, заболел там коксоартроз, что-то там я буду массажей делать, что-то там я еще там буду и так далее, так далее. Да? Вот вам медицинская услуга. Сустав заменим. И в большинстве случаев это нормально. Но в первом случае вам потребуется наработать знания, проявить терпение, чтобы получить результат, о чем я вам говорю. Во втором случае понадеяться на то, что все будет нормально и последствий избежите. И так в большинстве случаев и бывает. То есть сделали там вот то, все там медики, да более-менее нормально. И побежал человек, да? Но бывает и осложнение. Вот тогда, вот тогда-то, когда это бывает, то есть это какая-то лотерея получается. То ли у вас будет все гладко, как сказали на 100%, и вы поскачете на этих суставах. А то бывает нет. Вставили вам эти самые пружинки, расширили сосуды. Нормально там в 10 случаях, допустим. А в одном нет. И вот так вот везде. И я вам рекомендую. Но бывает и осложнение. Вот тогда почитайте про Ронни Калимана. Почитайте. Я специально. Хваленая американская медицина современная. Мистер Олимпия. Это здоровенный человек вообще. Понимаете? Это здоровенный человек. С колоссальным здоровьем. Пришел, пришел, у них там подлечить там суставчики, то есть все, 5-10. Они его на несколько миллионов подлечили из-за того, что вот эта вот медицина страховая. Снять со страховки как можно больше денег. Последняя операция, так для справки скажу. Ему, значит, винтили там эти шурупы в позвоночник, чтобы там раздвинуть все это там такое, да? А потом их извлекали, то есть прошло несколько операций, потом их извлекали, знаете, не со стороны спины, откуда там что-то там винчевали, а со стороны живота. Разрезали живот, вынули все внутренности и там копались. В итоге и деньги спустил, и... На коляске катается, на костылях там ходит. Ну как так? Пришел своими ногами, а ушел на инвалидной коляске и увезли. Дальше читаем. Так, Александра говорит Валентине, что не волнуйтесь, у меня мозг включен, и я научилась фильтровать инфу. Вот это правильная вещь, понимаете? Вот когда вам говорят то-то, 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 рота, у вас должен быть какой-то багаж знаний, у вас должен быть какой-то опыт. Вот, и вы все, прослушав и то, и это, и за, и контра, и прочее, 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 должны принять решение самостоятельно. Итак, она говорит, поэтому перестала доверять медицина, доверие божественной природе, о которой говорит Геннадий. На что я отвечаю? Александр, я, конечно, прольщен, но я больше говорю о здравом смысле и о тех научных разработках, которые помогают сохранять здоровье. Да? Вот теперь, смотрите, мы коснемся, я этого не хотел говорить, но тем не менее, тем не менее, вот мы не верим, что существует такое лечение практически мгновенное. Так как я все эти жития святых читаю, там есть немало случаев, когда отрезана, то есть отрезанная нога уже, знаете, она зажила там, но ее нет. Вырастала на глазах, вырастала на глазах, когда у людей ослепили, то есть у них уже глаз не было, потому что ослепили, выкололи глаза. А им возвращали зрение, как ни в чем не бывало. То есть вот они какие технологии, которые уже давно, давным-давно известны. А мы там все копаемся, вот что-то там пытаемся генной инженерии что-то там сделать. Понимаете, вот не понимая, что вот эти вот гены, гены, они просто фиксируют то, что у нас тут происходят какие-то изменения и так далее. И мы хотим вот там сразу сделать, и чтоб это пошло. А в целом-то ничего не меняется, не меняется сознание человека. А если оно не меняется, понимаете, вот эти все наработки вроде бы благие, вроде бы хорошие, вроде бы так должны действовать, Они так действуют извращенно, что? Что мама не горюет! Так, дальше поехали. Валентина Александры, я вас поняла, почему вы перестали доверять медицине, а у меня, наоборот, перестала доверять всяким зожникам, народным целителям, и проблема решена. Жаль только потраченная во времени и денег. Так, на что я отвечаю? Ну, деньги любят как там, так и здесь. И народники, и, будем говорить, тем более официальная медицина. Им-то надо и за то, за то платить. А если человек действительно целитель, ну, он за счет этого живет, понимаете? Как он не возьмет там деньги? А за что же он будет свою семью содержать? Вот тут как-то надо это правильно понимать. При этом даже не понимая. Вот смотрите, вот, 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 вот эта вот суть, которую я вам хочу донести до каждого. И, чтобы именно вот это у вас вертелось относительно понятия болезни. Итак, деньги любят как там, так и здесь. При этом даже не понимают, что болезнь – это не наказание, а указание, что человек неправильно живет. И измени свой образ жизни, уйди от порока, эгоизма, и будешь здоров. Вот в чем суть болезни и ее лечения. Зачем нам нужна болезнь? Болезнь нам нужна для того, чтобы мы изменились, но не меняемся мы здоровыми. Понимаете, для того, чтобы произошло что-то, что подействует на наше сознание, вот эти все наши пороки, все эти наши желания, все эти наши эгоистические побуждения и прочее, прочее, приводят к закономерному результату. К замене клапанов, к замене там печенки, суставов, там и прочее, 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 прочее. И если это не понимать, а откупиться у профессионалов, с той или иной стороны, у целителей или официальной медицины деньгами, порочный образ жизни не даст быть здоровым. Вот в чем состоит самообман подобным лечением. Вот почему, если с вами что-то происходит, надо, смотрите, в первую очередь, я согласен, стало тяжело человеку, не в моготу. Пусть он обратится к врачам, что они там скажут, что они там полечат, но параллельно с лечением, надо подумать, а что ж это и так довел себя до такого состояния. А тем более, если она повторилась вновь, вновь, что надо сделать, чтобы этого не было. Вот в чем вопрос. Александра Валентине. Не доверяя в медицине, моих родных она угробила, да еще и за большие деньги. Пыталась и меня угробить, но я вольно осознала. Нашла каналы натуропатов, как Геннадия Петровича. Кстати, у меня в библиотеке лучше там написано. Вы можете в библиотеке зайти, я так понимаю, у человека, у кого разум есть. Он читает и все это постигает, все это знает, как вести здоровый образ жизни. Там, будем говорить, я, как вам все рассказываю, как инженер из разных деталей собрал паровоз, который вот поехал. То есть собрал такую систему, которая объясняет на уровне индивидуальным, примерно, что и как делать. Чего там начать, что там дальше делать, какие ориентиры бывают, там самодиагностика, там, ну все, все вот такое вот есть. То есть многие люди же уже прошли, получили. Я согласен, что были и отрицательные результаты. Но отрицательные результаты, позвольте. Вот мы с вами закончили школу. И примерно все рассчитываем, что у нас там вот определенная зарплата, определенный уровень дохода, определенная, как бы сказать, вот эта самореализация. А получается, что в жизни получается? У одних что-то получается, и то не особо там у многих. Основная масса вот так более-менее. А у других вообще ничего не получилось. Народ спился. Точно так же и с применением знаний к самому себе. У кого-то прекрасно получается. У кого-то не особо получается. А у кого-то обострение из-за того, что он неправильно это все применил. То же самое и у официальной медицины. То же самое и у народной медицины. Все это там такое бывает. Но именно здесь вы все-таки хозяин самого себя. И можете жизнью, понимаете, вот немножечко поуправлять своей жизнью, здоровьем. Это же так прекрасно. Которые бесплатно доносят знания о здоровье. Теперь я сама могу управлять им и поддерживать. Я у себя одна и никому не позволю забрать у меня здоровье и жизнь. На что я ответил. Александр, золотые слова. Но чтобы до этого дойти, вот так нас житье, бытье учит. Я уже рассказывал, не буду повторяться. Чтобы действительно мне дойти до таких вот вещей. Я так вспоминаю. То-то, то-то, что у меня там было. Практически во всем виноват я сам. И винить там медиков, винить там народников, винить еще там кого-то. Ну просто, она просто глупа. Ты наделал, как бы, ты укакался и принес врачу или народному целителю. Подмойте меня. И я побегу дальше, опять буду обделываться. Вот такой интересный разговор получился. Я думаю, что это намного лучшая беседа, нежели та, которая, как бы сказать, нащупывалась канва. Субтитры сделал DimaTorzok